Девушки отдыхают Пожалуйста, по энергетике прошу вас энергично вращать штурвал нашего игрового снаряда, прошу, мы засыпаем бочонки и я желаю удачи всем, кто играет в русское лото! Поехали! Призовой фонд 1261 тиража составляет 84 миллиона 315 тысяч рублей. Гарантированный джекпот 350 миллионов рублей. С подробными правилами русского лото вы можете ознакомиться на лотерейных билетах и на сайте 100loto.ru. Итак, призовой фонд первого тура русского лото составляет 420 тысяч рублей. Прекрасно, прошу вас. Хорошенько и энергично перемешаем бочонки в мешке и прежде всего вы мне ответите на вопрос. Номер бочонка, который вы первым извлечете из этого мешка, будет четным или нечетным? Думаю, четным. Думаю, четным, сказал Еленор. Я отметил и прошу то же самое сделать в тиражную комиссию, а вас сосредоточиться и достать четный бочонок. Прошу, мы начинаем наш тираж. Номер 20. Номер 20. Четную! Отличный ход, поздравляю. Первый балл ваш. Ну, теперь мы с вами меняемся местами. И теперь я буду доставать бочонки. Держите мешок. Поехали! Номер 17. Легенда номер 17. Номер 12. Ильнур – это татарское имя. Что обозначает оно? Номер 42. Или это страна. Нур – это луч. То есть луч страны, если буквально... Луч страны. Ну, энергия. Правильно. Номер 52. Внимание. Внимание. Сложилась предвыигрышная ситуация. И мы меняемся местами для того, чтобы вы мне ответили на вопрос. И с какой третьей будет номер бочонка, которым закончится первый тур? Первая треть – от 1 до 30. Вторая треть – от 31 до 60. Третья треть – от 61 до 90. Я думаю, первая треть. Первая треть – ответ принят мной, зафиксирован тиражной комиссией. Поехали. Вперед, Ильнур. Номер 63. Номер 63. Стоп игра! Стоп игра! Вы сказали... Первая треть, да. Первая треть, к сожалению, рядом просвистел этот номер. Ну что же, к сожалению, поздравить не с чем ничего. У вас впереди еще 7 попыток. В первом туре «Русского лото» выиграл один билет, приобретенный в Калужской области. Вы наш первый победитель. Мы вас от души поздравляем. Вы выиграли 420 тысяч рублей. Поздравляем победителя. А Ильнур пока поздравит не с чем. Пересмотрите на него повнимательнее. Энергетически его поддерживайте. Мы переходим во второй тур. Итак, во втором туре мы начинаем разыгрывать 30 призов. По одному миллиону рублей. Поехали! Номер 64. Сегодня очень важный праздник в нашей стране. Что вы знаете о героях Отечества? Номер 72. Номер 87. О героях Отечества? Ну, первую очередь. Номер 77. Про героев Великой Отечественной войны, про Сталинградскую битву. Ну, конечно. Это вы постигали на уроках истории или позже сами изучали номер 22? Нет, начинал давить со школы. Урок истории. Номер 26. Ну, а у вас есть номер 49. Вот такой любимый героический фильм. Номер 13. Брестская крепость. Брестская крепость. Действительно хороший фильм. Следующий ход. Пятнадцатый. Я перемешаю бочонки в мешке. Перед тем, как мы извлечем бочонок, который может решить судьбу нашего гарантированного суперприза. Шекпот, который на сегодняшний момент составляет, внимание, 350 миллионов рублей. Номер 76. Гарантированный джекпот русского лото сегодня не разыгран. А это значит, что мы проведем принудительный розыгрыш части накопленного джекпота. 10 миллионов рублей прибавляется к призовому фонду сегодняшнего тиража, а значит, выигрыши будут выше. Мы продолжаем второй тур русского лото. АПЛОДИСМЕНТЫ Поехали. Номер 37. В этом году весь мир отмечал номер 85. Столетие окончания Первой мировой войны. Номер 81. Вы следили за этим праздником? Следил. Номер 11. Ну, я надеюсь, что вы помните, какой знаменитый роман повествует о событиях Первой мировой войны, очень популярной в нашей стране. Номер 6. Точка внизу. Хождение по мукам. Хождение по мукам. Алексей Толстого. Да. Номер 2. Прекрасный роман номер 5. Замечательная экранизация номер 4 на канале НТВ. Ну, еще номер 16. Была прекрасная, прекрасная экранизация, где играл Руфина Нифонтова и Николай Алимович Гриценко. Номер 73. Номер 33. Я не случайно хочу вас спросить в присутствии нашего уважаемого мэтра о войне 1812 года. Естественно, произведение вы помните. Номер 44. Олег Николаевич Толстой. Война и мир. Война и мир номер 56. Ну и Бородино. Скажи-ка, дядя! Ведь не даром Москва спалена. Москва спаленная пожаром. Француза отдана. Прекрасный. Номер 65. Номер 32. Ну, а гусарскую балладу, помните? Сложилась предвыигрышная ситуация. Ну, сейчас мы должны поменяться местами. И отложить в сторону гусарскую балладу. И похождение поручика Ржевского. И дать вам возможность ответить на вопрос, из какой трети будет номер бочонка, которым закончится второй тур. Хочу посоветоваться с Свояком. Ирик, Свояк. Я считаю, что из второй, третий будет. Ну как? Соглашусь. Попробуем. Попробуем. Попробуем совет Свояка. Все-таки Свояк. Я надеюсь, тиражная комиссия зафиксировала то, что сказал Свояк и то, что подтвердил Ильнур. Ну, а теперь, Ильнур, подтвердите это своей рукой. 40. Номер 40. Вы сказали, что будет номер от 31 до 60. В принципе, нас бы это устроило. Но нет команды. Стоп, игра. 27. 27 от 31 до 60. 34. Номер 34. Нас бы это устроило. И, по-моему, Ирик все делает. 82. Номер 82. Это мимо. 61. Номер 61. Сколько могу выразительно посмотреть? 90. Номер 90. Это дальше еще. Стоп, игра. Стоп, игра. Ну, в общем, я считаю, что Ирик хотел, но подвел. Хотел помочь. Вот так бывает, этот Свояк. Ну, что делать? Не набрали балл. Во втором туре «Русскоплатон» выиграл один билет, приобретенный в Москве. Мы вас поздравляем. Вы стали миллионером. Вы выиграли 1 миллион рублей. Наши поздравления. Ну, а Ильнур, наверное, все-таки надо будет прислушиваться к себе. Мы переходим в третий тур «Русскоплатон». В третьем туре мы продолжаем разыгрывать призы по 1 миллион рублей. Вперед. Номер 53. Мы разведали все, что вы знаете о героях. Ну, а теперь поговорим о вас. Номер 86. Давно женаты? Полтора года. Ух ты! Номер 48. Практически молодожены. Где познакомились с супругой номер один? Знакомились у нее на работе. Она у меня работает в турагенции. Номер 75 в турагенции. Когда я пришел покупать тур, путевку на воду. Номер 3. Ну, она поинтересовалась, с кем вы собираетесь в путешествие. Узнала, что вы один. И номер 19. Ну, а как жил площадью? Номер 55. Квартира в ипотеке. В ипотеке. Номер 43. Большая квартира? Двухкомнатная. Так. А дети? Есть? Нет, 7 пока нет. Пока нет. Ну, судя по тому, что пока... Скоро будут. Номер 14. Ну, хотите сначала, наверное, ипотеку выплатить? Номер 9, точка внизу. Как получится. Ну что же. Номер 7. Ну, исторически вы, товарищ, подкованный. Семья, жена, квартира. Ну, в ипотеке, но своя. Все же есть номер 68. А чего же вы от нас-то хотите? Ильнур. Ну, если получится... Номер 69 туда-сюда. Улучшить свои жилищные условия. Если расшириться. Понятно. Планируется... Номер 15. Семья большая будет, надеюсь. Я тоже надеюсь. У вас же серьезные такие традиции. Номер 31. В Татарстане детей много. Должно быть. Я часто бываю в Казани. Ну, дай бог, пусть у вас все получится. Номер 10. Номер 60. Ну, а... Не хотите ничего? Номер 24. Никаких наставлений супруги. Что бы вы ей сказали? Она все-таки одна там осталась. У домашнего очага. Ну, передаю привет. Огромный... Ну, я передаю привет. Что делать-то ей, бедный? Что бы болело за меня. Что бы болелось. Номер 25. Желала удачи. Желала удачи. Болела. Очень хорошо. Номер 71. Ну, а в Нижнекамске ведь существует хоккейный клуб. Да, нефтехимик. Номер 83. Болеете или за Казанский Акбар? За нефтехимик и за Акбарс. Номер 54. Внимание. Внимание. Сложилась предвыигрышная ситуация. И вот он еще один вопрос. Он назрел. Из какой третьей будет номер бочонка, которым закончится третий тур? Сами. Думаю, что из первой третьей. Из первой третьей. Настойчивый человек вы. Ну что же, ответ принят. И подтвержден протокол ветеражной комиссии. Ну, теперь давайте уж сами. 79. 79. Первая третья. Стоп игра. Стоп игра. Что ж такое? Что ж такое? Не удалось набрать балл. Просто просвистел бочонок у виска и улетел. Нету балла, к сожалению. В третьем туре определился победитель. Он приобрел свой счастливый билет по Ростовской области и выиграл 1 миллион рублей. Поздравляем вас. Мы поздравляем. Ну, а я хочу буквально несколько вопросов задать Ирику, который не очень удачно вступил в сегодняшнюю игру. Дружная семья у них? Да, у нас очень дружная семья. У вас дружная семья. То есть вы считаете себя близким таким членом семьи? Да, я называю семью. Вы часто у них бываете? Все вместе бываем. А где собираетесь? Собираемся у тех, кто приглашает. Ну, а Ильнур вообще не при нем будет сказано. Он часто приглашает? Конечно. Мы очень часто бываем у них и они у нас. Ну, а вообще, насколько мне известно, рядом с вами сидит очаровательный рядах в Саина. Мы часто бываем в Татарстане. Там же очень уважительно относятся к людям старшего возраста. К кому вы обращаетесь за советом в трудных ситуациях? Когда был жив дедушка, к дедушке, сейчас к отцу. Но так в основном обсуждаем за столом. Итак, мы переходим в четвертый тур Русского лото, в котором с удовольствием продолжаем разыгрывать призы по одному миллиону рублей. Среди героев Великой Отечественной войны очень много татарских фамилий. Номер 59. А в вашей семье воевали? Номер 84. Воевали, да. Были участники войны? Стоп игра. Стоп игра! В четвертом туре Русского лото выиграли два билета, приобретенные в Санкт-Петербурге и Саратовской области. Выигрыш 1 миллион рублей на каждый. Выигравший билет, удачи на вашу билет. Поздравляем с миллионом вас! Так, номер 50. Полтинник. Выиграл один билет, приобретенный в Архангельской области. Ваш выигрыш 1 миллион рублей. Мы рады за вас. Поздравляем. Поздравляем с миллионом. Номер 62. Выиграли два билета, приобретенные в Санкт-Петербурге и Ульяновской области. Выигрыш 1 миллион рублей на каждый выигравший билет. Поздравляем вас! Наши поздравления, а номер 62. Это 1962 год, год открытия Бородинской панорамы в Москве. Номер 89. Выиграли 6 билетов. Каждый из вас становится обладателем приза в размере 1 миллиона рублей. АПЛОДИСМЕНТЫ Номер 28. Сенокотси. Выиграли 10 билетов. Удача сегодня на вашей стороне. Каждый из вас выиграл по 1 миллиону рублей. Отлично. Наши поздравления. Каждого с миллионом. Вперед. Номер 38. Попугаев. Оставшиеся 7 призов по 1 миллиону рублей поделили между собой сразу 17 билетов. Таким образом, каждый из вас выиграл по 411 тысяч 764 рубля. Поздравляем наших победителей. Погравляем! Сегодня в русском лото было разыграно 30 призов по 1 миллиону рублей. А сейчас наступило время разыграть оставшийся денежный призовой фонд сегодняшнего тиража. Я перемешаю бочонки и мы приступим к розыгрышу оставшегося денежного призового фонда номер 41. Эльнур, у вас сплошные достоинства или все-таки есть недостатки? Номер 67. Ну, надеюсь, что больше достоинств, чем недостатки. Ну, я понимаю, что больше. Ну, какие-то недостатки за собой усматривайте. Номер 23. Сам нет. Нет? Есть только кто-то. Тогда я сейчас у Ирика спрошу, он лучше знает. Номер 39. У Эльнура есть недостатки? Нет, у него одни достоинства. Ну, компания подобралась. Я об этом знаю, что жена, поэтому его и выбрала. Ну, естественно, номер 70. Юбилей. Номер 35. Ну, вот номер 46. А в русской литературе есть большое количество писателей, поэтов, которые стали настоящими героями Отечества. Номер 66. Ну, а в Татартане мы хорошо знаем Мусуд Жалиля. Номер 74. Да, Мусуд Жалиля. Его память. Который героически поведет в Германии. Да. В обедской тюрьме. Да, да, да. Это очень интересная и печальная история. Номер 78. Ну, а что посоветуете всем собравшимся и телезрителям почитать из Мусуд Жалиля? Номер 21. Ну, много память произведений. А так у него такое стихотворение, красная ромашка, которую Сай посоветовался почитать. Номер 47. Ну, что же, будем надеяться, что после того, что вы сказали, номер 8. Многие с интересом отнесутся к творчеству этого замечательного героя-поэта. Это номер 57. Номер 45. Код победы. Номер 18. Номер 30. Внимание. Внимание. Следующий ход, последний. И вот он, последний вопрос тиража русского лото. Как вы думаете, на какую цифру от нуля до девяти будет заканчиваться номер последнего бочонка сегодняшнего тиража? От нуля и до девяти. Я думаю, на ноль. Ноль. Интересное решение. Прошу зафиксировать тиражную комиссию. И вы достаете последний бочонок. Хорошо бы он. Номер 51. Номер 51. Стоп игра. Стоп игра. Это был последний ход сегодняшнего тиража русского лото. А далее мы высыпаем все, что у нас осталось в мешке после окончания игры. Вы проверяете, пуст ли наш игровой мешок. А я называю мешок пуст. Называю номера, которые остались в мешке после окончания игры. Номер 29. Номер 36. Номер 58. И номер 88. Эти номера в своих билетах зачеркивать не надо. Они остались в мешке после окончания игры. И если в игровой сетке вашего билета нет ни одного из этих четырех номеров, это значит, что ваш билет выиграл. Выиграл, но правильный, но... 1261-й тираж русского лото завершен. Обожаемые участники русского лото, сегодня мы разыграли для вас призов на общую сумму. Внимание! 94 миллиона 237 тысяч 526 рублей. Выигравший сегодня 221 тысяча 401 билет. Гарантированный джекпот всех декабрьских тиражей 350 миллионов рублей. Внимание! Дорогие друзья, русское лото завершает серию распределительных тиражей. В следующем 1262-м тираже мы снова проведем частичный розыгрыш средств накопленного джекпота. Выигрыши в этом тираже будут выше. В 1262-м тираже русского лото мы также разыграем для вас 20 загородных домов и множество денежных призов. В мешке останется 3 бочонка, а значит победителей будет больше.